В марте отмечается Всемирный день борьбы с ожирением. Более двух миллионов человек наблюдаются у врачей. Остальные или не замечают проблему, или считают, что сами могут с ней справиться. Почему избыточный вес может быть опасен для здоровья и как держать себя в тонусе, расскажем в следующем сюжете. Физические нагрузки и правильное питание – залог успеха. На сегодняшний день, чтобы придерживаться здорового образа жизни, нужно соблюдать ряд правил, с помощью которых можно контролировать состояние своего здоровья. Вообще есть главных три правила. Это ежедневная активность суточная, также сколько мы потребляем еды, калорийность за сутки, и сон. То есть обязательно нужно высыпаться, это минимум 7-8 часов. На первый взгляд, для человека, страдающего ожирением, счет суточной калорийности и правильное распределение физической активности – достаточно трудное дело. Для поддержания в тонусе состояния организма следует придерживаться значений и нормы полезных веществ. В сутки на один килограмм веса необходимо потреблять полтора грамма белка, один грамм жиров и два грамма углеводов. Есть, например, быстрые углеводы, где больше находится сахара, это сладкие, получается, сладкая еда, это шоколадки, булочки. И есть сложные углеводы, например, гречка, рис и подобные продукты. То есть сложные углеводы, они полезнее, и в них больше питательных веществ, и они дольше задерживаются в организме и приносят больше энергии. Однако врачи отмечают, самое важное при соблюдении диетического питания – избегать голодовок. Наиболее безопасное – это снижение массы не более чем на 5-10% в месяц от исходной массы тела. Здесь нельзя допустить полного голодания, здесь нужно довести соответствие белково-углеводно-жирового состава пищи, и питание должно быть сытным. То есть голодать при ожирении нельзя. Если вы все-таки решили взять себя в руки и привести свое тело в комфортное для вас состояние, самое главное – подобрать комплекс тренировок для правильного распределения физической активности. Начать с регулярных тренировок, то есть нужно выстроить его план тренировочный, чтобы все тренировки у него были постоянные, чтобы он не пропускал. И чем больше он двигается, тем лучше, например. У него должны быть, например, три тренировки в неделю, и вместо этих тренировок он еще должен гулять каждый день, например. Лишний вес влияет не только на опорно-двигательный аппарат и нарушение желудочно-кишечного тракта, но и на сердечно-сосудистую систему. От повышенной массы тела увеличивается нагрузка на сердце, это в том числе и объем крови, который сердце должно перекачать, чтобы насытить кислородом лишнюю массу тела. И также жирение здесь, накопление жира не только в теле, но и вокруг сердечной мышцы. Наше здоровье напрямую зависит от нас самих. Эксперты рекомендуют больше двигаться, гулять на свежем воздухе, правильно питаться и самое главное – высыпаться. Ведь от этого зависит качество нашей жизни. Выбор за вами. Василий Хатанзейский, Дмитрий Лукевич, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин